Киргизия. А я же скалаладом. Художник я художник, я в горы ходил вчера. Альпинизм, скалалады, нетуизм, это моя стихия. Все выходные, все отпуска там. Так какая станция? Токторгульская. Гидроэнергостанция. Фотография вашего брата, да? Фотография моего брата. Какой год? Год, сейчас скажу, 83-84. То есть на пленку, да? Начало 80-х. У него тоже были кучи фотографий. То есть на пленку он снимал? Да, от аппарата. То есть он практически был профессиональный фотограф. Он профессиональный фотограф. Вот это управление на рынке гидроэнергостроя, он у меня числился фотографом. И фотограф на работу своя фотомастерская у него была. Ну, как сказать, это столица гидроэнергетики Средней Азии. Так считалось. Самый мощный гидроэнергетики Средней Азии. Вот у нас сосредоточен был каскад на рынке ГАЗ. Я теперь схожу, потом покажу фотографии. Найду такие архивные. У меня есть еще гидроэнергетики старые из его. Ну, вы еще хотели мне показать вашу службу в армии? Обязательно. Ну, два гидроэнергетика я привез сегодня. И книжечку про стройку одну привез. Отлично. Ну, мне еще надо попасть домой, я поковыряюсь там, если до двух, доберемся до дома. Я тебе найду еще. У меня есть диск с фотографиями. Прямо на диске. С амганскими. Это мне друг, с которым мне служили. В Украину. Ну, он там и жил всегда. Супрень призывался. Он мои фотографии отцифровал. На диск мне прислал через 25 лет после этого. Мои потерялись все. Ну, я же ездил в ногах. А тут мы с ним как-то списались, и он мне присылает диск. У меня вот только за счет этого сохранились амганскими атак, все пропало. В Приморском крае, в Владивостоке, в Сибири, на севере. Ну, куда едешь, что-то с собой тащишь. Выезжаешь, все, уже невозможно ввести. В ППХ что-то остается. Ну, вот, к сожалению, большая часть архивов таких осталось. Фотографии, книжек. Снаряжение немного осталось. Вот эта вот плотина, она 240 метров по вертикали. Вот, после СН, букву 260. Мощнейшая плотина. Вот ее уникальность в том, что вот скала, вот ущелье, то есть фактически ущелье перегораживается, плотина перегорождается. Пробиваются тоннели отводные. Вода реки запускается по тоннелям, по леву, по правому берегу. И тогда освобождается русло, начинает строить опалку. Забуривается непосредственно в скалы. Ну, это всесоюзная стойка, которая консумуется.